здравствуйте дорогие друзья в эфире передача просто о вере я ее ведущий священник сергий рыбаков всех вас мы поздравляем с началом рождественского поста и вот в преддверии рождества христова и в течение рождественского поста возникла такая интересная мысль проект акция как угодно это назовите почитать священное писание вот обычно мы предлагаем какие-то сторонние темы касающиеся церкви а тут вот приходит в мир готовимся мы к приходу в мир христа бога который принесет некую благую весть которая напомню переводится как евангелие и вот полезно нам наверное с вами особенно если есть какие-то трудные места для понимания в священном писании разобрать их вместе поразмышлять о том что же сообщает нам христос который грядет родиться и сегодня в нашей студии гость клирик татьянинского храма при госуниверситете ирий николай зинин мы сегодня с батюшкой постараемся прочитать евангельский отрывок сегодняшнего дня то есть сегодня за божественной литургией если бы вы бы были в храме или вы может быть были сегодня в храме вы слышали следующий отрывок читать мы будем по-русски синодальный перевод и поразмышляем да я его прочту он достаточно короткий небольшой вот а потом мы поговорим итак это евангелие от луки 14 глава с ним шло много народа и он обратившись сказал им если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестер а при том и самой жизни своей тот не может быть моим учеником и кто не несет креста своего и идет за мною не может быть моим учеником ибо кто из вас желая построить башню не сядет прежде не вычислит издержек имеет ли он что для нужно для совершения ее дабы когда положил основание и невозможно совершить все видящие не стали смеяться над ним говоря что этот человек начал строить и не мог окончить или какой царь идя на войну против другого царя не сядет и не посоветуется прежде силен ли он с десятью тысячами противостоять идущему на него с двадцатью тысячами иначе пока тот еще далеко он пошлет к нему посольство просить о мире так всякий из вас кто не отрешится от всего что имеет не может быть моим учеником соль добрая вещь но если соль потеряет силу чем исправить ее не в землю не в навоз не годится вон выбрасывают ее кто имеет уши слышать дослышать вот такой вот очень интересный евангельский отрывок и одновременно сложные потому что начался он с вещи парадоксальные всю свою евангельскую проповедь христос посвящает любви заканчивает он ее тоже на тайной вечере я напомню до словами заповедь новую даю вам до любите друг друга неоднократно произносит фразу что потому узнают что вы мои ученики что будете иметь любовь между собой такая манифестация любви и вдруг он поворачивается к людям которые идут вместе с ним и говорит кто приходит ко мне не возненавидит отца своего и матери жены детей братьев и сестер и при мы истолкуем отец николай эту фразу для наших телезрителей сложнейший на самом деле отрывок для меня лично и я всегда прихожанам и людям готовящимся к крещению которые прочитывают должны прочитать одно из евангелий рекомендую то что я прочитал антония сурожского митрополита что надо вот как для себя духовный пунктир помечать когда читаешь писание где-то сердце отзывается надо поставить там плюсик где-то вот совсем тьма и кажется что это ну переписчики где-то ошиблись там у меня такое было мнение как на самой заре во церковлении вот и для меня до сих пор здесь где-то минус стоит до сих пор вот это место писания она для меня в полной мере не раскрыта ним не близко не если мы вырвем совсем из контекста до это текста получится кто не возненавидит отца и но и по и христос перечисляет самых по сути близких человеку в жизни людей отца мать жену детей что вы самый вообще близкий круг первый круг скажем любви и он попадает вот под такие слова что есть это все надо и даже себя самого в итоге на то есть вот постепенно этот круг сужается отца мать это как бы первая степень родства до жена это уже нулевая это уже нулевая 10 это опять первое и в конце свои и себя самого возни на не возненавидит тот не может быть моим учеником и сейчас слушает текст мне пришла мысль на ум что можно как-то попробовать связать это с дальнейшими словами христа потому что чуть дальше христос говорит ибо кто задумав постройку ну башни например не сядет и не рассчитает сначала если у него материал для того чтобы завершить а иначе он начнет строить и не завершит или например какой царь узнав что у другого войска в два раза больше пойдет ли он тогда на него или нет то есть сначала элемент разведки да или элемент некой статистики подсчета а потом уже как бы принятие решения этот возможно может быть к неким ключом то есть если брать в дальнейшие слова вот о подсчете его примирение как некий ключ что получается что вот то о чем говорит христос возненавидеть ближайших людей это может произойти на какой-то стадии твоего движения к богу когда это будет необходимо и мы видим что это сбывается в судьбе мучеников во многих житиях мучеников да людям приходилось идти против воли отца например против воли семьи святая мученица софия мать строить дочери веры надежды и любви она ну как можно да вот не возненавидев по сути до своих детей отдать их вот на такие пытки страшные то есть здесь конечно надо наверное определиться с тем что да вот это ненависть который призывает христос это не то что мы сейчас под этим подразумеваем здесь вот для меня кроется тайна того как некая отрицательные эмоции или чувства или такая движение души она на какой-то глубине на самом деле раскрывает положительное содержание то есть в чем-то это и любовь какой-то например священник читает светильничные молитвы перед за богослужением и там есть такие слова что дай нам господи любить тебя и бояться тебя и вот этот лейтмотив во многих священнических молитвах что страх божий любовь божия это в принципе какие-то близкие чувства то есть они конечно не идентичные но они процентов на 80 как-то взаимодополняют друг друга и здесь возможно христос именно эту тайну нам открывает пытается открыть что на самом деле вот истинная ненависть скажем да это в чем-то процентов на 80 уже любовь вот очищенная от неприязни какого-то от гордыни от превозношения он же не говорит превознесись над ними что ты лучше их а вот именно раскрывает тайну креста в принципе тоже да что кто изо мной идет а креста своего не несет тот не может быть моим учеником и мы с вами знаем из истории земной жизни христа что многие люди следовали за христом но немногие были его учениками то есть для того и и в том числе наверное поэтому евангелие так более подробно описывает обращение петра апостола андрея и других двух братьев иоанна и якова что они оставили отца своего иоанна яков заведея и бросили сети бросили этот бизнес рыбацкий ушли за христом или например матфей мытарь тоже он оставляет и идет вот этот мотив возможен ли это возможно ли отвернуться вот от своего дела по сути да от своей жизни ну и по сути от своей жизни от себя потому что ты теряешь как бы самая идентификацию какую-то ну социальную свою да следуя за христом ты превращаешься просто в ученика в бродягу в какой-то степени твой статус резко меняется но и это ты позволяет и открывает видимо перспективу свободы для человека вот следование за христом очень часто современный человек боится потерять какие-то мирские блага какие-то свои бонусы жизненные потому что если мы последуем за христом по-настоящему то мы неизбежно в какой-то конфликт с обществом ступим и в этой фразе христос обостряет вот этот социальный конфликт потому что он направляет его к самому близкому кругу людей как мы уже сказали и даже к самому себе а так-то в общей жизни чаще всего мы конечно испытываем конфликт на ситуации ну с менее близким хотя конечно вот даже я вспоминаю как и когда я воцерковлялся это был конфликт в семье в первую очередь что мама решила что я могу сходить с ума или у меня какая-то серьезная проблема возможно кого-то убил зам или начал принимать наркотики но неизвестно какая-то страшная проблема поэтому меня потянуло в храм а сестра думал что я попал в секту и это конечно если бы я их любил больше на тот момент то есть в чем-то их надо было возненавидеть но не как скажем маму там возненавидеть не как сестру а возненавидеть скажем вот то что в них мешает мне увидеть бога но то что бога человек христос при общении с петром когда тот его начинает уговаривать господи да не будет этого с тобой них не ходи в иерусалим пусть меня не распнут не надо этого делать он поворачивается и говорит отойди от меня сатана и в этой ситуации не петра он как бы ты меня соблазн да не петра он обзывает сатана в переводе с на на русский да с еврейского языка означает просто противник да пук тот кто мне противостоит и кто мне со мной не соглашается да то есть отойдя от меня тот кто мне противен да то есть соблазн да 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 вот но и справедливости ради я бы хотел сказать что вот этот вот фрагмент мы находим и в другом евангелии да у нас есть для наших телезрителей поясним есть понятие синоптические его евангелия да от слова первые да синопсис синоптики то есть некий прогноз некое угадывание да некое совпадение вот три евангелия по своему содержанию первые три евангелия это от матфея от марка и от луки они в своем содержании имеют множество совпадений то есть практически теми же словами христос говорит во всех этих трех евангелиях и эти речи передаются так вот в одном из синоптических евангелий в евангелии от матфея не есть этот же самый фрагмент где христос где эта фраза где эти слова добрые переведены может быть более лояльно на мой взгляд более точно это вот чтобы градус ненависти до слова ненависть немножко сбавить он говорит тот кто возлюбит отца или матерь больше меня тот меня недостоин и это предполагает что нет директивы ненависти да то есть ты должен ненавидеть отречься так кстати говоря поступают сектанты в большинстве своем да то есть если человек попадает как раз все кто он становится абсолютно асоциален то есть он должен уйти с работы если его начальник там препятствует каким-то образом к проповеди сектантской там какой-то пропаганде про уже это приемы деструктивно да 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 здесь такого нету потому что если бы это было так то собственно говоря к церкви она совсем другом нам говорит да в противоречие на лицо а вот то о чем вы упомянули и о чем вы сказали по поводу пост постройки башни вот здесь очень интересный момент действительно на каких-то этапах мы учимся любить и как вы правильно сказали первый круг это круг любви к родителям то есть учебник любви где мы учимся послушанию учимся почитанию потому что христос это тот же самый бог который дал нам пятую заповедь чте отца и мать и в противоречие закон не должен вступать первые на самом деле первая природная естественная школа любви до идеале к потом потом семья в значении муж или жена потом дети которые рождаются но венчают эту башню любовь к богу то есть христос говорит о том что это те ступени которыми мы должны взойти к любви к нему но это по сути вот я думаю что для наших телезрителей более старшего возраста которые вот в советское время создавали семьи и рожали детей это как раз камень прихновения на самом деле интересно что вы так построили на самом деле как сферические концентрические круги то есть сначала любовь к родителям самое естественное первое чувство потом она человек взрослее да и еще создает свою же семью то есть это второй шаг некий новый уровень любви когда ты в свое сердце включаешь другого человека да не чайка своего круга и потом результатом плодом этой любви становятся уже дети как тоже объект любви да и вот этот круг расширяется расширяется но в советское время благодаря в кавычках атеистической пропаганде на этом то в по сути и заканчивался да то есть он не приходил не приходил эта динамика любви не приходила к своему конечному завершению и к начальному не случайно христос говорит я альфа и омега я начало и конец то есть наша жизнь начинается с него с бога ну и по сути она должна быть приходить к нему и все всегда его содержать в себе и вот если останавливаться только на детях а в советское время это самая распространенная ошибка скажем такая родительская да когда ребенок становится идолом по сути потому что все что занимает место бога в сердце человека и христос об этом говорит что я должен быть на первом месте а все остальные твои любови они нужны и важны для тебя но только по отношению к тому как ты меня любишь и вот если правильная иерархия если на первом месте у меня в душе бог христос тогда все остальные иерархии соблюдены и тогда жизнь человека она упорядочена она гармонична а если нет вот свято место пусто не бывает то есть если бога как царя как в душе нет на первом месте то что-то туда зайдет все равно и чаще всего вот советские первое время подменяли чем детьми дано что ради чего же я бы не совсем согласился думаю что вот и люди советского периода жившие в то время если не совсем согласятся была вещь которая была повыше семьи это любовь к отечеству стране к родине к своему совет советскому народу другой вот большинство людей трудилась на благо советского народа почему все эти стахановские движения развивались и там и так далее так далее как же движение несунов что за движение вы знаете такой ну когда с завода уносилось все что могло унестись все-таки инстинкт гнезда инстинкт семьи он был и вот ну а какая перспектива я не я думаю что как раз крах советского союза в разуверении то что это можно построить этот рай на земле опять расслоение социальное расслабление экономическое общество ну и по сути получается что если останавливаться только на детях да и потому что страну полюбить это такая большая абстракция ты сложнее даже чем бога на самом деле потому что с точки зрения философии бог об абстракция в какой-то смысле но это отечество это не меньшая абстракция как его важно все вообще полюбить и вот усталость людей от того что их призывают любить отечеству не конечно никакой пищи для души при этом не дается но и остановка в основном на детях как вот мой про мой опыт пастырский подсказывает а что такое де ребенок превращается выдала ребенок превращается в первое место а первое место принадлежит богу соответственно человек начинает творить кумира человек вместо бога заполняет другим человеком неизбежно согрешает это приводит к краху он не может достроить башню потому что нужные блоки нужные материалы они у бога а этот элемент был исключен башня оставалась недостроенной и вот интересно мне в этом этот отрывок очень интересен сейчас вот вы зачитывали получается что христос с одной стороны говорит о некой асоциальности да то на чем паразитируют деструктивные секты да мы знаем что сектантское сознание ошибочно в том что выбирает какие-то части и на них делает излишний акцент а с другой стороны говорит но это же позорно когда человек башню не достроит то есть апеллирует опять-таки к социальному сознанию к социальной оценке твоей деятельности вот это вот интересно посмотреть и еще один важным интересный момент христос говорит когда царь например с десятью тысячи он скорее заключит мир но мы знаем в истории как бы нашей цивилизации моменты когда наоборот и даже в истории еврейского народа не то что там соотношение было один к двум а соотношение один к десяти было да с персидским там царем и когда им удалось прогнать эту армию с помощью божьей конечно вот с божественным мешать им каким-то или например там история нашего отечества когда ляжем костьми да там какой князь сказал что вылетел из головы мертвые срамы не имут и одолели гораздо больше потому что вот сопротивляемость да то что какие данные например приводит по боеспособности русского войска что там 92 человека из ста там где-то надо убить чтобы остальные убежали в среднем то есть по отношению скажем к американской где достаточно 8 человек из ста убить чтобы остальные 92 разбежались то есть вот это вот крепость духа определенную и тут вот интересно что эти примеры они апеллируют опять-таки к социальной оценке да христос от этого изначально отталкивается но и центр этого повествования опять-таки крест то есть ради чего сказаны эти слова христом он оборачивается к людям а ведь их сознание не обращено к богу это скорее всего такая идеальная картинка что христос ходит проповедует а за ним толпы народа прям такие вот молитвенные такие все в боге нет это народ который жаждет шоу в основном кого еще он истилит что еще произойдет что еще такого необычного что нас побудоражит наши эмоции хлеба и зрелищ просят от него это толпа и они не готовы к тому чтобы идти потому что по сути и мы зачастую не готовы потому что христос указывает в чем готовность то есть вот мы поговорили про любовь мы проговорили про ненависть как некое отражение любви как некое сопутствие любви потому что скажем если любишь человека то какие-то вещи которые у него не схожи с богом да тебе вызывает ненависть но эта ненависть рождается как следствие любви к человеку потому что если ты равнодушен к нему у тебя ненависти может и не возникнуть к нему зачастую люди более скажем какого-то такого пассивного склада психики да они будут прибывают вот как раз такой иллюзии что грехов особых нет потому что у них никогда не возникало желание там поссориться кем но это не потому что они такие благочестивые и спокойно просто нет не было раздражителя достаточно силы например или еще и как в потеряке мы как-то с вами тоже обсуждали эту тему да описывается до чего то есть нашли на шлим на спокоен да и люди удивлялись потому что его плевали там на него обзывали а он сказал что а чё на этих собак обижаться то есть вот имел такую помыслу и при этом это абсолютно них внешне спокойно сохранял но это не вело его к богу а наоборот в ад и это здесь вот тоже христос говорит про любовь про ненависть говорит о том что надо за ним идти но что центральное в этом просто не крест опять той за мной идет а креста то не несет вот вот это крестоношение по сути то что вылилось вот в нашу такую же откровенную традицию носить на себе крестики это нам лишнее это не перед людьми показать а нам лишнее напоминание что христианин это тот кто призван идти за христом и нести при этом свой крест спасибо отец николай сегодняшний наш эфир уже подходит концу и выходим мы вечернее время и люди сегодня будут ложиться спать с нашим размышлением о евангелии что них неплохо что даже очень даже хорошо на от себя бы я просто хотел добавить резюмировать поделиться своими мыслями да на тему этого евангельского отрывка совсем быстро совсем кратко мне кажется христос в том числе указывает на определенные критерии как вот пунктики по которым мы будем считаться его учениками и здесь на самом деле не только ненависть значение до не любви меньше чем к нему по отношению к родным и близким это первый пункт безусловно мы должны научиться любить в своем близком кругу на примере людей мы должны научиться любить для того чтобы явить всю полноту этой любви все истинное настоящее содержание этой самой любви по отношению к богу второй пункт о котором вы в том числе упомянули да это крестоношение но для наших телезрителей которые может быть не совсем знакомы с контекстом повествования я напомню что вот эта вот фраза возьми крест свой и вслед за мной иди эта фраза которую слышал человек приговоренный к смертной казни который сидел в темнице и с этим словами стучал римский легионер скажем и в его темницу и говорил бери крест свой и пошли на место казни то есть учеником христом может быть только тот человек еще который помнит о том что он конечен здесь и тогда становится понятным нам последняя фраза вот евангельского отрывка сегодняшнего да что вы должны отрешиться от всего то есть все в этом мире все наносное все второстепенное все конечное не должно занимать слишком вашего ума и слишком вашей жизни вы должны помнить о том что вы соль соль которая призвана осолить мироздание осолить она может только в тот момент когда она помнит не о себе а помнит об этом самом мироздании теряется не теряет свою силу да и с этими словами возлюбленные во христе мы всех вас напутствуем в ночь ангельские мирных сновидений вам читайте евангелие и просвещайтесь храни вас господь и и